Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! На онлайн-заседании Комитета по вопросам внешней политики Парламента Дании, которая состоялась еще 6 октября, к встрече присоединилась якобы белорусская оппозиционерка Тихановская, однако впоследствии выяснилось, что это был посторонний человек. Об этом говорится в сообщении на сайте Парламента Дании. Отмечается, что сначала у якобы Тихановской возникли проблемы с настройкой веб-камеры, и ее не было видно на экране. Лишь после 40 минут встречи участники поняли, что что-то не так, и прервали ее. Известно, что во время заседания присутствующие обсуждали нынешнюю политическую ситуацию в Беларуси, в частности рассматривали возможные формы поддержки белорусского народа в борьбе за демократию и права человека. В пресс-службе парламента Дании подчеркнули по факту инцидента с подставной Тихановской начато расследование. Напомним, что недавно белорусская оппозиционерка Тихановская оказалась в базе разыскиваемых лиц Министерства внутренних дел России. В Москве объяснили причины розыска Тихановской. Объявленная в розыск в России белорусская оппозиционерка попала в список разыскиваемых лиц на основе соглашений в рамках СНГ. Об этом сообщила Интерфакс с ссылкой на МВД. Там уточнили, что информационный банк разыскиваемых лиц формируется в соответствии с регламентом, утвержденным решением Совета глав правительств СНГ. Главный информационно-аналитический центр МВД России формирует и ведет межгосударственный информационный банк, который функционирует на основании соглашений о взаимоотношениях Министерства внутренних дел в сфере обмена информацией от 3 августа 1992 и соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью до 22 мая 2009. Заключенным в рамках СНГ сказано в сообщении, уточняется, что уголовных дел против Тихановской в России не возбуждали. В комментарии агентству заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак пояснил, что в случае приезда в Россию Тихановская будет задержана. Мы должны будем ее задержать и экстрагировать по просьбе белорусской стороны, сказал Рыжак. Напомним, что Тихановская покинула Беларусь через несколько дней после выборов президента. По официальным данным ЦИК-оппозиционерка набрала на выборах президента 10,1% голосов. Однако выборы назвали недемократическими. А после тайной эмиграции Лукашенко, Украина, США и страны ЕС заявили о его нелегитимности. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи!